Добрый вечер, уважаемые телезрители и радиослушатели. В эфире наша миролюбивая программа «Информационная война». Сегодня 8 февраля 2016 года. Сегодня Новолуние, сегодня молодой месяц. До вчерашнего вечера можно было завершать дела, можно было подводить итоги. А сегодня начало новых дел. И сегодня, кстати, приуроченный к этому Новолунию и китайский Новый год. То есть сегодняшний день можно еще использовать для того, чтобы загадывать желания. Хотя мы и не подвержены, и не придерживаемся китайской традиции, китайской культуры, но тем не менее лунные циклы на самом деле, люди, прожившие там несколько десятков лет, отмечают, что на самом деле работают. И многие люди даже свою деловую активность размеряют с лунными циклами. И солнечными в том числе. Поэтому предлагаю сегодня, помимо остальных дел, еще и записать себе на бумаге то, что вы хотите получить в будущем. Наша программа «Информационная война» в общем-то занимается рисованием картинки будущего. Особенно картинки будущего в сознании граждан Российской Федерации, граждан Республики Крым. И, конечно же, украинцев. В связи с тем, что наш телеканал «Крым-24» вышел на спутниковую позицию. И теперь мы можем вещать и в других регионах материковой России, а также можем вещать на территории Украины. Наша, конечно, программа и ответственность ее возросла в разы. И в связи с этим я хочу сегодня посвятить выпуск нашей программы вот какому важному вопросу. Мы с вами давно на протяжении последних 20 лет после развала Советского Союза очень много слышали от всевозможных спикеров Запада, от либералов. Причем и на территории Украины в том числе, что Россия, в общем-то, потеряла свой промышленный потенциал, что она является бензоколонкой Запада, что она за бесценок продает свои ресурсы, что рубль, привязанный к цене на нефть, в общем-то, падает. И все это показатели того, что Россия, дальше я практически цитирую, Россия сама ничего не производит, поскольку все пользуются мобильными телефонами, произведенными на Западе, ездят на западных автомобилях и так далее, и так далее, и так далее, то Россия ничего из себя не представляет. И вот это вот расхожее общественное мнение, вот это информационное поле, которое, нельзя сказать, что даже на территории Украины оно повсеместно, а вот на территории Российской Федерации, особенно у людей, занимающихся бизнесом, особенно у людей, которые много путешествуют, ездят на Запад, вот эта картинка, она на самом деле тоже имеет место быть. И вот для того, чтобы проанализировать, а так ли это на самом деле, я сегодня хочу процитировать несколько позиций из доклада, западного доклада. Есть аналитическое агентство, называется Avara Group, которое еще полтора года назад выпустило доклад, на самом деле не потерявший актуальности и сегодня. Доклад называется «Владимир Путин. Промежуточные итоги. Диверсификация, модернизация российской экономики и роль государства в российской экономике». И там, на самом деле, разрыв мозга для всех либеральных и западных спикеров, западные аналитики, которые измеряют исключительно на уровне статистики, сделали оценку. Оценка – это образ, это сосредоточенная в одном образе картинка того, в каком состоянии находится российская экономика за прошедшие, ну, уже 16 лет, а на момент доклада это было 14 с небольшим. И там сделаны выводы, что за эти 14 с небольшим лет российская экономика сделала уникальный скачок технологический и восстановительный. И на самом деле роль государства в этом бесспорно. Это говорят западные аналитики, это говорят западные люди, которые умеют считать, которые умеют анализировать макропоказатели, там и всевозможные вот эти термины, которые мы часто слышим из телевизора. Но вот если обратиться к конкретике, индекс промышленного производства по сравнению с 99-м годом на конец 14-го года увеличен более чем в два раза. То есть этот показатель на самом деле рассчитывается без привязки к ценам, только в физическом выражении килограмм, тонны, вес всей продукции. И получается, что этот показатель является базовым, который можно использовать в споре с либералами или с западниками или бандеровцами, которые нас упрекают в том, что в общем-то мы торгуем только углеводородами, газом, нефтью и больше ничем. Вот газ и нефть это вообще ключевая характеристика этого доклада. И там на самом деле все ой как непросто. Дело в том, что за эти 14 лет, 14 с небольшим, Россия уменьшила долю экспорта с 44%. Нефть и газ, вообще углеводороды на конец 90-х, начало 2000-х занимали без малого половину экспортного потенциала. На экспорт уходило сырье. В результате структурных изменений, которые на самом деле во многом связаны с изменением законодательства, вспоминаем пресловутое соглашение о разделе продукции, это связано с делом ЮКОС, это связано с делом Ходорковского, когда семибанкирщина и олигархические кланы в первый срок Владимира Путина из положения над властью были перемещены в положение под властью. И в результате налоговая ставка на нефтяную отрасль достигает 70-75%. Таким образом, путем вот этого соглашения о разделе продукции Россия начала не отдавать свои природные ресурсы на Запад за бесценок. А ведь на самом деле очень многие судебные дела, связанные с изменением вот этого законодательства и наказанием людей, которые были и считали, что они над властью, заключались в том, что налоги в бюджет Российской Федерации вообще не платились. То есть находились всевозможные схемы, предприятия регистрировались в офшорах с английской юрисдикцией и через подставные фирмы вся прибыль выводилась за рубеж. Таким образом, мало того, что после развала Советского Союза все постсоветские республики тем или иным способом платили дань, таким образом и ресурсная составляющая, нефтянка, она тоже вот так получается на Запад отдавала ресурсы Российской Федерации, чему был положен конец. Мало того, дело в том, что за 14 лет нефтянка и газовая отрасль, которые качали сырье, на сегодняшний момент изменили структуру экспорта. Дело в том, что сейчас идет больше на экспорт не сырая нефть, а идет на экспорт продукты переработки, в частности тот же бензин, который соответствует европейским стандартам и так далее. То есть добавляется определенная добавочная стоимость, и это, естественно, повышает ценовую составляющую экспортного потенциала Российской Федерации. В любом случае, общий объем экспорта Российской Федерации за вот эти вот 15 лет, без малого, нефтянка понизилась с 44 до 18,7%. Все остальное это промышленное производство. Промышленное производство машиностроения, промышленное производство продуктов питания и так далее, и так далее, и так далее. То есть за прошедшие 15 лет Россия увеличила производство автомобилей в два раза, продуктов питания в два раза. И какую отрасль не взять, везде наблюдается промышленный рост, который на самом деле во многом, сам этот рост стимулируется государственным участием в организации новых производств и модернизации старых. Основной характеристикой российской экономики, на которую обращают внимание западные аналитики, является то, что кроме увеличения объемов производства Россия потратила эти 14 с небольшим лет на модернизацию. Практически модернизированы все основные машиностроительные, сталилитейные производства, все новые предприятия, которые создавались, создавались по новым технологическим циклам, с применением новых технологий. И Россия, в общем-то, за эти 14 лет, особо не афишируя, не отвечая на упреки в том, что это бензоколонка Запада, сделала небольшой, еще не окончательный модернизационный скачок, который ей позволяет считаться сейчас одной из развитых экономик мира. Нельзя сказать, что в российской экономике все так уж и хорошо. Нельзя сказать, что мы с вами, ну, прямо уж достигли какого-то такого уровня, когда уж хватает, да с учетом еще и мирового кризиса. Но именно вот это положение российской экономики, вот это качественное и структурное обстоятельства, связанные с тем, что Россия все более, ну, она, во-первых, готовилась к этому, а сейчас после введения контрсанкций она начала более ориентироваться на внутренний рынок, на самодостаточность. И вот в этих условиях Россия сделала первый промежуточный технологический скачок, который ей позволяет, если не терять темп и не терять картинку будущего на самом деле, то Россия может выйти в лидеры производства, если еще и пересчитать на численность населения. Дело в том, что в отличие от трех цивилизаций, которые существуют на планете, это условный запад, это условный восток и север, мы являемся севером, мы являемся самой малочисленной региональной цивилизацией, нас всего лишь там, без малого, 150 миллионов, 146. Это если брать население Российской Федерации. Если брать еще людей, которые являются мигрантами трудовыми, там, ну, может быть, миллионов 165. И вот получается, что эти 165 миллионов, помимо того, что являются основным определителем на сегодняшний момент глобальной политики, тем не менее, имеют необходимый интеллектуальный, технологический, людской потенциал для того, чтобы сделать экономику современной и конкурентно способной. Самое главное, что отмечают аналитики этого доклада, они говорят, что Россия, в общем-то, в основном своем вале производства товарного, которое не в деньгах, не вот этих меняющихся курсовых ценах измеряется, а измеряются тонны, килограммы и так далее, и так далее. В естественных мерах весов, там, объема и так далее. Россия делает конкурентно способные товары, которые могут на сегодняшний день конкурировать даже на мировом рынке. Казалось бы, у нас с вами, ну, уже притчей во языцах стало то, что, ну, ВАЗ это, в общем-то, плохие автомобили, что по сравнению с западными машинами это ничто. И это так сложилось, это даже стало частью культуры и частью психологии. Но, тем не менее, прошло недавно сообщение, что продукция Тольяттинского автозавода уже снова вышла на рынок Германии. Там продаются наши Нивы, там продаются последние модели Лады. И это тоже показатель того, что Россия, несмотря на санкции, несмотря на то, что в общественном мнении сложился стереотип, что это отсталая, технологически неэффективная страна, на самом деле Россия потихонечку, без особого шума, без особого, знаете, такого привлечения, рассказывания о том, какие мы молодцы, сделала несколько шагов, которые уже замечают на Западе. Я уже даже не хочу обсуждать уже достаточно известную ситуацию с ракетными двигателями, без которых, например, американская космическая промышленность просто не может существовать. И даже вице-премьер Рогозин в Фейсбуке делает несколько заявлений, сделал недавно, относительно того, что как же так? Против России объявили санкции по разным отраслям, по нефтедобыче, по станкостроению, а тем не менее покупать российские ракетные двигатели продолжают. Что такое? Что случилось? И на самом деле вот эти двойные стандарты, они явно показывают не только то, что Запад достаточно лицемерно ведется по отношению к Российской Федерации. Это говорит прежде всего о том, что наследие Советского Союза, технологическое, образовательное, индустриальное, инженерное, оно никуда не делось, оно просто было положено в дальний ящик и особо не афишировалось. То есть производительность труда, основной бич советской экономики, которую обсуждали на всяких передачах Познера в конце 80-х годов, помните, была такая волна, что эффективность труда в Советском Союзе, она на самом деле намного ниже, чем в западных странах. Здесь тоже вот эти западные аналитики отмечают очень важный момент, как учитывается эффективность труда. По их методике эффективность труда российских предприятий, особенно экспортных предприятий, составляет не менее 80% от производительности труда таких развитых государств, как Япония, Соединенные Штаты, Голландия, Великобритания. При этом есть еще вот какой момент, связанный с ценами, с разницей в ценах. Мы с вами сейчас понимаем, что курс за 70 рублей за доллар, он на самом деле делает наши товары и услуги на порядок дешевле, но с учетом аренды, с учетом зарплат, с учетом налогов и так далее, вопрос эффективности – это достаточно интересный вопрос. Ну, в качестве примера. Предположим, что в Лондоне стоит парикмахерская. Эта парикмахерская осуществляет, например, 100 стрижек в день по 20 фунтов стерлингов. И в городе Воронеже есть парикмахерская. Или в городе Симферополе. И она, например, осуществляет 100 стрижек в день, например, по 150 рублей. Западные методисты, которые пытаются оценить эффективность труда, они берут в ценовом выражении фунтах стерлингов, считают общий доход, связанный с оказанием такого вида услуг, делят, ну и, в общем-то, исходя из курсовой соотношения с рублем, они утверждают, что на порядок эффективнее, например, британская парикмахерская. Но если посчитать не только то, что в числителе, а и посмотреть то, что в знаменателе, а именно коммунальные расходы, аренды, легализация, патентование, разрешительные документы на ведение такого бизнеса, зарплаты персонала, налоги на зарплаты персонала и так далее, и так далее, то тогда получается, что эффективность парикмахерской в Воронеже на порядок выше, чем лондонской. И из этого, на самом деле, слушать разговоры о том, что Россия – это бензоколонка, что Россия – это, ну, знаете, вот это, как только видите, что кто-то пишет «Рашка», пренебрежительно и неуважительно, этого человека сразу можно зачеркивать в социальных сетях красным карандашом и даже не вступать в эти разговоры, потому что вот те 25 минут, которые я сейчас потратил на пересказ вот этого доклада западных аналитиков, понятное дело, у вас в социальных сетях такой возможности не будет. Но на самом деле уже сегодня формировать поле в информационной работе прежде всего с украинским населением, прежде всего с нашим либеральным населением, которое не может найти берега, не может понять, чьих оно будет, куда оно идет и представителем какой цивилизации региональной они являются. Уже сегодня нужно во всех разговорах о России, причем не о той России, которая была или которая есть, а прежде всего о той России, которая будет. Вот картинка будущего России даже с учетом всех существующих проблем, даже с учетом маневров, связанных со второй волной приватизации. Это достаточно объемный разговор, связанный с маневрированием Российской Федерации в сложившихся условиях. Мы этому вопросу посвятим отдельную передачу. В этих условиях Российская Федерация, тем не менее, представляет собой игрока, субъекта глобальной политики. И этот субъект глобальной политики не ездит по офисам, например, глобальных элит. А мы с вами помним, что Киссинджер, бывший госсекретарь Соединенных Штатов Америки, уже в который раз приезжает в Москву для того, чтобы обсудить ситуации на разных частях планеты. И сам факт того, что представитель глобальных элит второго уровня... Ну что такое глобальные элиты второго уровня? Ну, например, Папа Римский или, например, председатель МОК или любого другого надстранового органа – это глобальная элита первого уровня. А есть люди, которые занимаются челночной дипломатией, которые несут управленческие решения, воплощают их в жизнь. Так вот, представитель глобальных элит второго уровня приезжает в Москву для того, чтобы поговорить о глобальной политике. Таким образом, мы с вами уже наблюдаем воочию, что Российская Федерация превращается в центр концентрации управления на самом деле всей глобальной цивилизацией. И сюда в строку не только российская экономика. Хотя на самом деле экономика и вот этот технологический скачок, о котором мы сегодня с вами говорим за 14 лет, он послужил основанием для того, чтобы российские ВКС по приглашению сирийского правительства за буквально несколько месяцев своей операции в Сирии доказали всему миру, что наши технологии живы, что наши технологии работают, что эффективность труда по созданию таких видов оружия, я даже не говорю о Су-35, я говорю о старых советских бомбардировщиках Су-24, о старых истребителях Су-25, даже вот это, эти, в общем-то, все американцы, Запад, все считали, что это уже металлолом, что это уже никуда не нужно, но и летчики наши, которые летают, и выполняют задачи такого уровня, когда мы сумели использовать весь балласт, весь объем нерастраченных бомб, неуправляемых советского периода, которые сейчас управляются с самолета по уникальной технологии, разработанной нашими инженерами, не западными, а нашими. Вот в комплексе все это позволяет делать и представлять Российскую Федерацию как центр концентрации глобального управления, с которым считаются в мире, и которые на самом деле не только своим вмешательством в сирийскую кампанию, не только своей позиции по Украине, когда нас не удалось втянуть в локальный конфликт и развязать третью мировую войну континентальную с участием стран Европы и России, не только вот этими очевидными событиями, но и своей внешней политикой, о которой недавно в итоговой пресс-конференции говорил Сергей Лавров, мы достигли уровня, когда мы превращаемся в центр концентрации глобального управления, и Россия возвращает свой статус сверхдержавы. Меня часто в социальных сетях упрекают, знаете, в чем? Ну, как бы мы с вами, крымчане, все были гражданами Украины, и по умолчанию у людей с той стороны материка создается впечатление, что мы как бы предатели. При этом эти люди совершенно не обращают внимания на то, что проект Украина, который начался условно в 92-м году, это такой новодел, новояз, который привел в результате к крушению промышленного потенциала Украины, когда предприятия типа КБ Южный, типа Антонова, типа Львовского автобусного завода и так далее, и так далее, в общем-то уничтожаются, умножаются на ноль, и промышленный потенциал Украины падает. Это только с материальной точки зрения. Но есть еще глобальная точка зрения или, знаете, цивилизационная. Украина – это Русь. Все офицеры, которые принимали присягу в советский период, а потом даже приняли присягу в отношении украинского народа, они обязаны думать головой относительно того, а как эту присягу исполнять. Я думаю, что мы, крымчане, вот пытаясь анализировать свое миропонимание, свое местоположение, свое отношение к России, свое отношение к Путину, который за… ну чего уж там греха-то идти, очень много на свете хороших управленцев. Но Стая берет пример с ВЖК, и когда на Верхнем Олимпе появляется управление с такого уровня, мы видим результаты, причем не сразу, нам даже приходится западным аналитикам раскрывать нам глаза, в какой стране мы живем. Вот с этой точки зрения Русь, даже при помощи возвращения Крыма в состав Российской Федерации, даже вот этот начавшийся русский вдох, который сейчас территориально никак не выглядит, но на самом деле выглядит политически, когда с Россией начинают считаться все, когда наши учения дают понять всем нашим противникам, что физической силой, военной силой с нами не совладать. Вот этот русский вдох, в котором мы являемся непосредственными участниками, этот вдох должен привести к тому, что все постсоветские республики в той или иной степени, с сохранением каких-то признаков своей государственности, это безусловно, обязаны вернуться в русский мир. Это нужно не для элит, это нужно не для… это прежде всего нужно для народа, который на самом деле на Украине, мне вот рассказал один наш либеральный предприниматель, он из Краснодарского края, он слетал недавно в Киев, он начал рассказывать свой круг общения, начал рассказывать, что ну все хорошо, деньги есть, в ресторане оставили 20 тысяч гривен, я не знаю, о чем тут все говорят, но тем не менее, поговорив с другим кругом общения, который не знает, чем заплатить за коммуналку, и который не знает, в общем-то, где найти работу или подработку, возникает вот такое, вот знаете, разное представление, разная картинка мира. Народу, который оказался в иностранной оккупации, сегодня прошли сообщения о том, что американские наемники устроили дебош в Мариуполе, народу, который оказался обманутым, и который промывает мозги при помощи украинского телевизора каждый день на протяжении двух лет, этот народ заинтересован кровно в том, чтобы восстановить все производственно-экономические связи с Россией, и с другими постсоветскими республиками. Это связано еще и с экономическими особенностями украинской промышленности, которая на протяжении 400 лет была единой частью всего производственного комплекса большой России. Дело в том, что население, плотность населения самой Украины, даже по сравнению с плотностью населения Европы, к которой Украина как бы сейчас тяготеет, ни в какое сравнение идет даже по технологическим укладам. В Европе, где плотность населения достаточно высока, там живет порядка 500 миллионов человек. Основные инвестиции вкладывают в дороги высокого качества, которые позволяют сделать все экономические связи эффективными. Наша территория, которая колоссальна, она не позволяет экономически проложить дороги такого уровня, но она позволяет вкладывать инвестиции в автомобили, которым абсолютно все равно, какого класса дорога. Это связано не только с тем, что у нас там разворовывают при строительстве, тоже притчево языцах, асфальт и делают дорогу некачественной. Это связано еще и с протяженностью дорог, и с климатическими особенностями. А у нас, если кто географию учил, климат континентальный, то есть с высоким перепадом температур по сравнению с летом и зимой, в отличие от Западной Европы. Даже с этой точки зрения переориентировать свое производство невозможно. Даже по стандартам, по логистике, по технологическим картам и так далее. И что получается? Теперь украинский народ должен вымирать, потому что у него нет промышленных предприятий, нечего продавать. Основным интересом украинского народа является восстановление связей с Большой Россией, со всеми постсоветскими республиками, восстановление своего промышленного потенциала, чтобы в каждой семье была работа, чтобы каждая семья получала зарплату, премии, чтобы каждая семья вернула хотя бы часть того уровня жизни, который был в Украине, например, еще до конца 2013 года. Сегодня такая тема получилась, что мы с вами пытаемся сравнивать и говорить об экономике. Понятное дело, мы живем в условиях глобального мирового кризиса. Уровень жизни падает сейчас у всех. Очень многие люди даже высказывают предположение, подозрение, что понижение уровня жизни во всем мире является глобальной целью глобальных элит, потому что планета тесна, ресурсов все меньше и меньше, и поэтому понизить уровень, не дать жить так, как жили на протяжении последних 20 лет, это является основной целью. Тем не менее Российская Федерация даже в этих условиях сумеет организовать производство, обеспечить товарооборот и сделать так, чтобы мы были привлекательны для наших бывших соотечественников. В эфире была «Информационная война». Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова